Для детей лето – время отдыха, а для администрации и педагогов образовательных учреждений пора напряженной работы по подготовке к новому учебному году. Она начинается задолго до того, как ребята сядут за парты. В 2019-м за счет бюджета в восьми школах города заменили окна, в шести отремонтировали кровлю, в трех поставили новые дверные блоки. А еще привели в порядок спортзалы, стадионы и игровые площадки. Тем более, что глава государства уделяет этому большое внимание. Мы работаем на то, чтобы подготовить учреждения и выполнить все тот необходимый объем работы, чтобы школа открылась вовремя, своевременно, чтобы дети пришли в новую, свежую школу. Каждый год городская комиссия проводит приемку школ, гимназий и детских садов. Специалисты заходят в каждую дверь и проверяют все строго по предписаниям. Акцент спасателей, например, на безопасности. Огнеборцы проверяют состояние средств пожаротушения, планы и пути эвакуации и помещения с массовым скоплением людей. Подпоры какие-то должны быть, да? Да. То есть здесь должны быть у вас теплопункчики стоят? Да. Хорошо, поставим. Заводим еще поставим. Электрооборудование, теплопункты, системы сигнализации и видеонаблюдения. Все это тоже должно быть в порядке. Особое внимание комиссия уделяет соблюдению санитарных норм. Еще в конце 2018-го специалисты Центра гигиены провели мониторинг учреждений и направили рекомендации для устранения нарушений. Теперь настало время проверки. В фокусе – кухонное оборудование, холодильные камеры и посуда в пищеблоках и буфетах. И это далеко не весь список. Конечно же, мы обращаем на санитарное состояние как и учебных кабинетов, так и пищеблока. Это немаловажный вопрос для организации качественного и безопасного питания. Также на спортивное оборудование, на благоустройство территории. В девятой школе Бобруйска к проверке стали готовиться еще в прошлом учебном году. Оттого здесь и без замечаний. Последние приготовления сейчас вдвойне приятные, ведь уже 1 сентября школа отметит 75-летний юбилей. Хозяйский подход в заведении во всем. В этом году в трех кабинетах образовательного учреждения сделали ремонт как дома. Частично обновили мебель и даже купили телевизоры. Составляется план проведения ремонтных работ, составляется план перспективной подготовки школы к новому учебному году. Проводится заседание с попечительским советом, потому что они заинтересованы лицом в том, чтобы подготовить школу к учебному году качественно, красиво, чтобы школа была уютным, красивым домом. Как показала инспекция, практически все проверенные учреждения готовы к учебному году и уже могут получать паспорта готовности. Крайний срок его подписания, к слову, 15 августа. Перед днем знаний педагоги получат рекомендации по технике безопасности и профилактике травматизма. А уже в первый день осени для тысяч мальчишек и девчонок прозвенит школьный звонок. Елена Кутузова, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.